Об атмосфере, которая царит на Крымском полуострове, более подробнее расскажет Елена Механик. Вот так сегодня выглядят улицы Крымской столицы. Целый день по ним сегодня шествуют люди, которые скандируют разные слоганы и носят российские и крымские флаги. А это главная площадь Симферополя. На ней люди просто собираются, общаются и фотографируются на фоне Совмина, который по-прежнему под охраной людей с оружием. Военные сегодня впервые появились в оцеплении на главной Симферопольской улице возле Верховного Совета Крыма. Перед ними еще одна шеренга. Это добровольцы из народных отрядов самообороны. Их можно отличить по георгиевской ленточке. К парламенту не пройти, не проехать, да и снимать его не дают. Не снимаем, не снимаем. Не снимаем, говорю. Не снимаем. Мы не проходим туда, мы здесь. Не снимаем, говорю. I know, нет, как вам считают? Журналисты в недоумении уходят ни с чем. Возле крымского главка милиции тоже охрана из добровольцев. Они представляются ротой народного ополчения. Ее командир, местный кузнец, сам выковал вот эти щиты и раздал тем, кто на передовой. Говорит, в Симферополе уже 11 таких подразделений. У нас формируется по другим городам. Вчера были ребята из Южного берега, были из Судака, из тех районов. Они самоорганизуются. Это не военное подразделение. Добровольцы на страже и у представительства президента Украины в Крыму. Говорят, тут только за порядком присматривают. Чтобы кто-то не захватил здание, не было провокаций. Мы здесь находимся, поддерживаем порядок. Мы никуда не проникаем. По симферопольским дорогам в центре города сегодня не ездят, а только ходят. Симферополь, Крым, Россия! Симферополь, Крым, Россия! Симферополь, Крым, Россия! В центр на машинах пропускают лишь тех, кто здесь живет. Ну и местные жители до Пушкина вот здесь показывают регистрацию. Столичные кафе работают, но посетителей тут не встретишь, хотя людей на улицах много. Большинство вышли просто понаблюдать за тем, что происходит в центре города. Некоторые целыми семьями, но немало и тех, кто участвует в шествиях. Таких колонн по Симферополю перемещается сразу несколько. Сверху! 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 А возле Верховного Совета поставили две фотографии. Это люди, которые умерли после давки 26 февраля перед Крымским парламентом. Сюда несут цветы и деньги для их семей. Елена Механик, Вадим Ревун. Подробности, телеканал Интер.